Привет, друзья! Ну что, рассказывайте, как встретили Новый Год? Я вот, например, в этот раз узнал, что движение Нео из Матрицы — это никакая не фантастика, а чистая правда. После того, как мы неправильно установили фейерверки и залпы полетели прямо в нас, то как все уворачивались, как чувствовался ветерок от пролетающих в сантиметре мимо меня снарядов, я не забуду никогда. Надеюсь, ваши праздники проходят хорошо, вы бодры и готовы продолжать подводить итоги года. Сегодня у нас прекрасная возможность пополнить плейлист новинками, а также оценить вектор направления в развитии групп. Всех упомянуть, конечно, не получится, но тех, кто наделал больше всего шума, мы отметим. С вами FR Channel, и это главные рок-хиты 2018 года. Поехали! Но сначала хочу рассказать вам про уникальное сообщество по интересам Amino, в котором я, как некоторые из вас знают, состою уже почти год. Фишка приложения в его ламповости. Если сообщества других социальных сетей нацелены в основном просто на выдачу и потребление контента, то Amino максимально вовлекает своих пользователей. Покажу вам на примере сообщества Rock. Здесь можно легко найти новых друзей в обсуждениях и общих чатах, проходить викторины и голосовать в опросах, слушать музыку и смотреть видео. А главное, вы сами можете создавать любой контент. За каждое активное действие вы получаете очки рейтинга и прокачиваете свой аккаунт. Так что Amino это не только прекрасное место для общения и творческой реализации, но и свой уютный мир, в котором постоянно что-то происходит. Вам больше никогда не будет скучно в очереди или пробке, если под рукой у вас будет телефон. Ссылки на скачивание приложения в описании и в закрепленном комментарии. Вы также можете скачать его в Play Market или Apple Store. Находите в поиске сообщества Rock. Там я только что создал викторину по главным событиям 2018 года, которую вы сможете легко пройти, если видели прошлый выпуск. А также ищите меня по нику IgorFourChannel. Увидимся! Зима всегда очень плодотворна на свежие релизы буквально с первых дней января. У многих групп к концу года накопилось достаточно материала, и они берегут его для начала следующего, чтобы не выпускать альбомы, которые сразу же станут устаревшими. Первым крупным релизом января стал предвестник альбома Amber от Breaking Benjamin, сингл Red Cold River, который за неделю разошелся в 22 тысячи копий и держал хорошие позиции в чартах. 12 января вышел новый альбом Black Veil Brides Veil, и в этот же день группа выпустила клип на главный сингл Wake Up. За ними последовал альбом Fallout Boy Mania, выпущенный 19 числа. Группа очень сильно облегчила свое звучание, однако она никогда не претендовала на какую-то жесткость. Всегда играла поп-панк, поп-рок, так что никто не удивился. Альбом стал супер-успешным и одним из самых продаваемых в США, а также был номинирован на Грэмми. Самый яркий сингл – Church. В этот же день вышел новый альбом Of Mies and Men с новым вокалистом, запомнившийся кавером на песню Money группой Pink Floyd. 25 января вышел первый сингл Three Days Grace the Mountain, позже ставший главным хитом с альбома Outsider. В этот же день Марсы выкатили Dangerous Night, и стало понятно, что о ней и все. 26-го вышел сингл с сольного альбома Джонатана Дэвиса, который ранее можно было услышать в фильме «Американский сатана». 1 февраля ворвались старички Judas Priest синглом Fire Power. Такое же название имеет и альбом, выпущенный позже в марте. Параллельно с ними сингл Crazy выкатили молодые From Ashes to New. Он стал первой песней, выпущенной в новом составе, а также самой успешной в карьере группы по позициям в чартах. В феврале было выпущено несколько самых значимых синглов 2018-го. Through Contagion от Muse, Losing My Mind от Falling in Reverse, Bulletproof от Gutsmack, который, кстати, прекрасно зашел как сингл, у простой аудиодорожки на ютубе более 24 миллионов просмотров. Но вот офигенный 10-минутный клип на эту песню не набрал даже миллиона. Большой хронометраж отпугнул зрителей, тогда как это не просто лучший клип 2018-го, это одна из лучших работ всех 2010-х в принципе. Обязательно посмотрите его, если пропустили. Касается это не только фанов группы. Классная мини-комедия, причем очень динамичная. Ну и главная песня 2018-го года также вышла в феврале. Кавер на песню «Зомби» от группы Bad Wolves. 180 миллионов просмотров на ютубе, первое место в большинстве мировых чартов и 250 тысяч долларов, заработанных за первые полгода продаж. Субтитры сделал DimaTorzok В начале марта выходит Devil, первый сингл с нового альбома Shinedown, который к маю достигает главной строчки в Billboard Mainstream Rock. Он стал самым успешным треком в альбоме. Revival от Light the Torch вышел в конце марта. Главным синглом этого альбома стал Die Alone, релизнутый месяцем ранее. 1 апреля Bullet For My Valentine выкатывают дебютный сингл этого года Over It. Началу сольной карьеры Джен Леджер положил сингл Not That Yet, и она сразу успокоила фанатов Skillet, заверив их, что сольник никак не отразится на работе в группе. 13 апреля выходит сингл Reds группы Ghost, который к июлю занял первое место в Billboard Mainstream Rock и был номинирован на Грэмми в разделе «Лучшая рок-песня». Посмотрим, удастся ли группе получить уже вторую статуэтку в карьере. 5 Finger Death Punch выпускают сингл Champagne, а позже выходит и клип. 20 апреля появился сингл Bad Walls Hear Me Now, который не только хорошо зашел аудитории, но и открыл широкой публике певицу Диаманты. Даррен Малакян со своей группой выпустил сингл Lives, который не снискал особой популярности и интересен в основном благодаря участию Даррена в System of a Down. Куда более успешным стал сингл Prey от Parkway Drive, которые в этом году затмили самих буллетов на Rock M-Ring. В мае очередной сингл с дебютного альбома выкатили Greta Van Fleet, который поборется с Ghost за Грэмми в номинации «Лучшая рок-песня», а 4 Out of 5 от Arctic Monkeys поборется за Грэмми в номинации «Лучшее рок-исполнение». Среди весенних релизов конкурентом ему станет Uncomfortable от Hailstorm. Также в мае порадовали Powerwall в песне, а затем и клипом Demons Are Girls Best Friend. Субтитры создавал DimaTorzok Летом, как обычно, проходит довольно мало концертов и выходит мало релизов. Группы в это время либо отдыхают, либо что-то записывают, ну и время от времени катаются по фестивалям. Однако это касается не всех. В начале июня As I Lay Dying выкладывают тизер нового клипа, после которого фанаты начинают гадать, каким же будет Reunion. И почти сразу же он выходит в свет, благодаря чему становится понятно, состав команды не изменился. Позже выходит еще один сингл Powerwall, Fire and Forgive, который еще больше подогрел интерес к грядущему лонгплею. Hollywood Undead выпускают сингл Girl Let Go, который не стал неожиданностью, потому что за месяц до этого группа исполняла песню на радио. Fallen in Reverse выпускают Losing My Life, ставший еще успешнее первого сингла. Emmerant в этом году уверенно выиграли бы номинацию плагиат года, если бы такая существовала. Началось все с августовского трека 365, частично слизанного с Ready For It от Taylor Swift. А усугубили ребята осенью, но об этом позже. Еще одним интересным летним релизом стал первый сингл Disturbed с грядущего альбома. Are You Ready стал самой успешной песней. В конце августа выходит Mantra от Brinkoff, ставшая первой работой группы, номинированной на Грэмми. Она претендует на главную рок-песню года, так что план Сайкса ворваться в мейнстрим реализуется успешно. Продолжение следует... В начале сентября вышел второй сингл Disturbed A Reason To Fight. Альбом будет содержать много подобных мягких композиций. Все потому, что на его запись группу вдохновил именно классический рок. А также эта пластинка посвящена Честеру и Винни Полу. Grave Mistake от Ice Nine Kills имел бы все шансы стать супер-хитом, получи он должное продвижение. Джекоби Шеддик засветился в новом сингле Within Temptation, вышедшем в поддержку нового альбома, запланированного на февраль 2019-го. Фанатов порадовала Аврила Вин, которая не просто выпустила одиночный сингл, но и заявила о возвращении на сцену. 12 сентября архитекторы объявили, что осенью выйдет их новый альбом, и в тот же день релизнули главный сингл Hereafter. О своем желании создать сольный метал-проект заявил Джон Купер, который также пообещал, что это никак не отразится на аскиллях. Его группа Fight The Fury выпускает сингл My Demons, но в целом какого-то ощутимого успеха он не добился. Проект Ledger оказался поинтересней. Cranberries имеют довольно много записей, сделанных при жизни Долорес, но не изданных. Когда их доработают, выйдет в свет последний альбом группы, а пока музыканты релизнули сингл Yossa, ставший единственной песней, записанной на их родном языке. Emmerant выпускает сингл Inferno, который местами очень похож на Shape of You Эда Широна, а Slipknot, от которых никто не надеялся услышать что-то в этом году, выкатывают All Out Live. Вот такой вот видос, друзья. Как раз уложились в четыре части, потому что под конец года, в декабре, никаких громких релизов не было. Ссылки на все опамятые песни будут в описании. Слушайте, оценивайте и решайте, заслужил 2018 называться годом классной музыки или нет. Ну и, конечно, не забывайте писать, кто именно вас впечатлил больше всего. Чтобы не пропускать релизы 2019-го, подписывайтесь на павлик канала, подписка на сам канал в аннотациях и внизу, а с вами был FR Channel. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok